мир всем сегодня доброе апрельское утро как видите я с ведрами это околог вопрос зачем я пришел сюда все дарами все правильно я стал крестьянином и у меня появилась великолепная возможность собирать натуральный березовый сок вот в городе жил такой возможности не было поэтому я загодя в леруа купил такие трубки вот 5 литровые бутылки сейчас ставлю в прошлом году ставил трехлитровые банки но наполняется быстрее поэтому ну чтоб лишнее не убегало значит ставим в 5 литровые бутылки очень удобно я даже бутылочки привязываю немножко значит о полезных свойствах очень много написано в интернете в книжках березового сока кленового вот до этого был кленовый сок то есть он сейчас уже как бы заканчивается так вот мы уже пол ведра взяли сейчас еще здесь возьмем вот я иду с двумя ведрами вообще у меня получается по три ведра утром и вечером вот такой объем мы даже не справляемся ну приходится там не приходится как бы таким даем вот родителям сейчас пойдем дальше вот интересный момент я хотел отметить я в своей статье в нашей группе о том как я стал крестьянином ну такую небольшую географию написал я раньше работал по найму вот и так же как все был в строительной компании в отделе продаж был у меня компьютер значит я там соцсетях тоже сидел вот в контакте непосредственно и там была на тот на тот момент игра популярная ферма меня очень удивляло что там было огромное количество игроков там по 7 миллионов онлайн игра ферма то есть этом грядки садишь там и все это виртуально вот здесь когда сюда приехал мне интересно я как бы сравнил аналоги что это та же игра вот пример тот же березовый сок я ставлю несколько бутылок у меня полу бутылок 7 стоит могу больше 10 ставить только все это как бы по-настоящему по натуральному вот это я могу пить игра как бы хорошо но это все виртуально это все не настоящее ты не сможешь покушать вот в итоге ты потратил время и остался ни с чем а здесь я трачу время у меня конкретная прям такая прибыль виде сока который мы заготавливаем там в литрах вот я могу людей угощать сам пить то есть это это здорово очень а как вы заготавливаете значит заготовка сока вообще в различных различных способов можно заготавливать самое лучшее сохранение это заморозка вот если позволяют у тебя мощности так скажем есть морозилки вот у меня морозилки нет еще не разбогател вот поэтому морозилка это самый лучший способ значит летом берешь достаешь он размораживается и прям как будто только только что ты снял есть значит у меня есть бутыли мы делаем из него квас ты заливаем вот такой живой сок ничего не кипятя там добавляем лимонку ну лимон лимон резанный либо лаем немножко изюма и сахара там пропорции получается очень прекрасный квас швепс такой он стоит в погребе летом холодненький прекрасно в этом году мне там еще подарили несколько бутылей то есть у меня будет объем еще больше значит третий способ это самый такой как бы в общем кипячение вот в нем в этом соке не остается полезных веществ но все равно это как компот вот то есть это не вода там просто даже колодец на конкретно сок кипятишь добавляешь лимонную кислоту чуть-чуть там мы буквально по полу ложечки сахар там в пропорции вот и получается хороший там 3 литрового банка хорошего такого сока вы просто как компот тоже тоже хороший вариант можно подарить кому-то видите получается вывод такой что играть ферму по-настоящему это очень здорово вот собирать сок то есть я смотрю тут не только не играю ферму еще вон сколько бутылок у нас все играют не если бог даст в этом году может быть мы больше заготовим сока плюс вот два ведра полных набрал смотрите получается у меня еще там две бутылочки то есть это где-то ну будет еще где-то пол ведра наверно вот так что вот всем всем привет так что пейте сок если есть возможность оздоравливайтесь очень полезно у нас дети пьют и мы тоже если вам понравился этот ролик ставьте лайк делитесь этим видео с друзьями выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал впереди будет много интересного и полезного